Здравствуйте, уважаемые пользователи сайта YouTube. Сегодня я хотел рассказать вам, как решить одну, казалось бы, неразрешимую проблему. Поэтому, если у вас есть струйный принтер, то вы наверняка сталкивались с тем, что после долгого перерыва в печати, когда вы уезжаете в отпуск и приезжаете затем, вы обнаруживаете, что ваш струйный принтер начинает печатать не так, как раньше. Например, появляются на изображении белые полосы, горизонтальные полосы, а может и вообще пропадает какой-либо из цветов, или черный, красный. И в этом случае можно с уверенностью утверждать, что виновата в этом головка принтера. Головка принтера имеет разную конструкцию. Бывают головки, в которых картриджи встроены прямо внутрь головки. Бывают съемные картриджи, как в данной головке. Но всех их объединяет одно. Внизу головки находятся блестящие пластинки, которые являются, собственно говоря, основной частью головки. В этих блестящих полосочках и квадратиках находятся мельчайшие отверстия, называемые дюзы. Ну, для простоты давайте будем их называть сопла. Сопла служат для того, чтобы в нужный момент под давлением брызгивать на бумагу, которая проходит под ними, определенную краску, черную или трех цветов, если речь идет о цветной головке. В данной головке вот эта полоска верхняя печатает черным, а квадратная часть она печатает цветным. Здесь отчетливо видно три маленьких полоски. Так вот, головка перестала работать. Вы, для того, чтобы удостовериться, что это действительно так, вы заправляете картриджи соответствующими цветами, ставите головку в принтер, ну и, скорее всего, она работать не будет. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что виноваты засорившиеся сопла головки. Что же можно предпринять? Многие пытаются протереть головку спиртом. Просто водой. Просто водой. Дистиллированной водой. Пытаются сделать какие-то другие вещи с ней. Но, по моему опыту, это все, скорее всего, обречено на провал. Более того, протерев непосредственно блестящую часть головки, там, где находится сопло, обычной ватой или тряпочкой чистой, или чем-либо другим, вы можете безвозвратно потерять эту головку. Потому что мельчайшие сопла очень быстро засоряются от таких действий. Так что же делать? Есть жесткий, но очень действенный способ. Расскажу вам о нем поподробнее. Мы должны взять дистиллированную воду. Дистиллированная вода, ну, обычно автомобилисты имеют у себя в гараже, в сарае или в багажнике дистиллированную воду, которая добавляется в аккумулятор. Объясню, почему мы должны брать дистиллированную воду. Для того, чтобы промыть головку, нам необходима горячая вода. То есть вода, которая имеет температуру 95-100 градусов. То есть сразу после того, как она закипела. Вода имеет такую температуру. Если мы будем пользоваться водой из-под крана, которая только-только вскипела, то мы можем опять же потерять головку. Потому что в воде, которая только вскипела из-под крана, содержится взвесь мельчайших частиц накипи, которые могут опять же забить нам головку. Поэтому берем дистиллированную воду, наливаем ее в чистую кастрюльку, не в чайник, потому что на дне чайника обычно находится толстый слой отложений солей, так называемая накидь. И наша дистиллированная вода, в общем-то, там превратится в обычную. Поэтому берем кастрюльку чистую, наливаем туда дистиллированную воду и ставим на плиту. После того, как она закипит, мы снимаем и наливаем воду в тарелку с ровным дном. Воды нужно налить около полусантиметра. Уровень воды от дна должен быть полсантиметра. Почему полсантиметра? Значит, смысл в том, что вода должна полностью покрыть сопла в головке, но не достать до контактов, который используется для того, чтобы принтер мог подавать напряжение на нужные нагревающие элементы в головке. После того, как вы налили горячей воды, вы должны быстро опустить головку соплами вниз в эту воду. И немножечко можно вот так аккуратненько подвигать. Вы видите, как в воду начинают быстро проходить чернила. В случае, если головка сильно засорена, чернила сначала не выходят, а потом они начинают потихоньку это делать. В засоренной головке данную процедуру необходимо делать около 5 минут. Затем головка вытаскивается, берется лист бумаги и она промакивается. После этого мы должны обязательно просушить головку. Для этого мы используем обычный фен для волос. Данная процедура проводится в течение около 15 минут. По опыту это оптимальное время. Я после окончания видео просушу головку, чтобы не забирать у вас драгоценное время. После того, как вы просушили головку, вы вставляете ее в принтер и пользуясь утилитами прочистки, которые есть в каждом принтере. Они установлены в видеопрограммы на компьютере. Нужно посмотреть в настройках, где есть клавиша прочистка. Вы должны поставить принтер на прочистку или просто попробовать печатать. Вы должны увидеть изменения. То есть, если у вас были белые полосы, белых полос может стать меньше. Они могут вообще исчезнуть. Если у вас не было какого-то цвета, красного, может быть, синего цвета, то он может появиться. Он может появиться чуть-чуть. Это значит, вы на правильном пути. Если вас не устраивает то, что вы видите, то есть головка не начала печатать, данную процедуру можно повторить еще раз. Но будьте осторожны. Где-то, если, допустим, головка очень засорена, то может получиться так, что, например, вы сделаете десять таких процедур, головка не начнет печатать достаточно хорошо и выйдет из строя. Поэтому имейте в виду, то есть пять процедур пятиминутных купания в горячей воде по опыту головки выдерживают. И этого вполне достаточно, чтобы устранить не сильный засор. Но у меня, мой опыт говорит о том, что если существует момент, когда головка все-таки выходит из строя, то есть для разных головок это происходит по-разному. Где-то на, в основном, на восьмой, десятой, двенадцатой процедуре максимум происходит порча головки. И принтер выдает сообщение, ваша головка неисправна, замените ее в разных принтерах по-разному. То есть, повторюсь еще раз, данный способ является очень действенным, но применять его нужно, как любое лекарство, очень осторожно. То есть, начать один раз промыть, поставить, попробовать попользоваться утилитами компьютера. Если улучшение небольшое есть, значит попробовать еще раз. И я думаю, что если у вас среднее загрязнение, то на третий раз, как говорят, Бог любит Троицу, у вас принтер начнет печатать так же, как и печатал раньше, а может быть даже лучше. Всем удачи! Если появляются какие-то вопросы, не стесняемся, спрашиваем на сайте YouTube у меня. Рад был вам помочь. Вдвойне буду рад, если ваш струйный принтер заработает. Удачи! До свидания!